Но сейчас будем разбираться в теме, как и почему Москва может терять поддержку Китая. Итак, источники Financial Times, близкие к китайским властям, утверждают, что Путин теряет доверие китайского руководства. Все в связи с тем, что президент России не предупредил Си Цзиньпина о планах вторжения в Украину. Агрессивные действия Кремля не по душе китайскому лидеру. Официально Пекин не выступает против России и не поддерживает санкции Запада. Но, тем не менее, российско-китайские отношения претерпевают изменения и не в пользу Путина. Подробности прямо сейчас расскажут наши корреспонденты. Путин за 20 дней до начала полномасштабного вторжения в Украину обсуждал с главой Китая Си Цзиньпином возможные меры, которые он намерен предпринять, если Киев атакует российскую территорию. Только вот о собственных планах полномасштабного вторжения в Украину президент России умолчал. И этот факт в Пекине приняли прохладно, пишет Financial Times. Путин сошел с ума. Решение о вторжении было принято очень небольшой группой людей. Китай просто не понимает Россию. Анонимный чиновник из Пекина в комментарии американскому изданию Financial Times. Американские журналисты уверены, в Китае уже не верят в то, что Россия может победить в Украине. На официальном уровне Пекин пока не спешит поддерживать санкции Запада против России. И тем не менее Си Цзиньпинь начал отдаляться от Путина. Причина в первую очередь в неудачных решениях президента России. Та вот такая вот кровавая бойня, не побоюсь сказать этого слова, которая происходит сейчас, конечно же, для Китая очень невыгодна. И он пытается улучшить свой имидж абсолютно верно. Он пытается отбелить себя. В прошлом году Си Цзиньпиня в третий раз избрали на пост генерального секретаря Компартии и главы Китайской Народной Республики. Беспрецедентный случай для Китая. Теперь в его руках сосредоточена абсолютная власть. И планы по ее использованию известны. Стать глобальным лидером, то есть на сверхдержавой экономической, технологической и военной. И Китай очень интенсивно это делает. Мы видим и такое глобальное, очень серьезное увеличение зависимости России и Китая. И я не исключаю, что в среднесрочной перспективе и в долгосрочной перспективе Китай воспользуется этой зависимостью для политического давления. Эксперты уверены, Пекин может сколько угодно говорить о дружбе с Россией, но в любой момент использует Москву в своих целях. Она уже поставляет ему дешевые энергоносители и Китай вполне может, например, в какой-то момент отказаться от этих энергоносителей, когда ему станет невыгодно. То есть эти поставки, например, абсолютно не компенсируют России потерю европейского рынка энергоносителей. То есть Россия, да, она становится более зависимой. Си Цзиньпин заявляет о себе как о лидере в Центральной Азии, регионе важном для Путина. Например, в прошлом году Си лично приехал в Казахстан, где заявил о поддержке государства-соседа. Это был очень четкий сигнал, потому что китайцы показали Путину о том, что он больше не играет здесь роль. То есть когда мы видим конфликты даже между Центрально-Азиатскими республиками, то Россия уже больше даже не может там выступать в качестве миротворца. Улучшает свои отношения Китай и с Западом. Ведь в 2022 году КНР столкнулись с несколькими серьезными кризисами. Годовой рост ВВП Китая сократился с 5 до менее 3%. Теперь, я думаю, в нынешнем году для Китая будет главное обеспечить экономический рост. И сделать так, чтобы экономическим ростом и повышением благосостояния своих граждан, в общем-то, компенсировать вот эти потери, которые были все вот эти прошлые годы в экономике, в социальной сфере. И таким образом, это Китай может сделать только за счет улучшения своих отношений с Западом. Потому что на Европу и Соединенные Штаты совокупно приходится, кажется, триллион долларов. А в России, с Россией, даже если не говорят 200 миллиардов, то это в 5 раз в разы меньше. И Россия, естественно, никакой помощник, не помощник Китаю в решении насущных именно внутренних проблем. Анжелика Брушневская для телеканала Freedom. Тема продолжим с нашей гостьей. Наталья Поксиенко-Бутырская, эксперт по вопросам Восточной Азии, магистр внешней политики. Наталья, здравствуйте, рада вас приветствовать. Доброе утро. Доброе утро. Все это время мы наблюдали, какую картину Пекин не поддерживал, не выступал против Российской Федерации, но при этом и не выступал в поддержку санкций Запада в отношении Российской Федерации. Аналитики активно заговорили именно сейчас о трансформации российско-китайских отношений. Почему именно сейчас проходит эта трансформация и к чему она приведет? Мне кажется, что аналитики всегда ищут какую-то крайнюю точку в политике и внешней политике, и Китая в частности. Но мы должны смотреть на хитрость плетения азиатских стран. Иногда даже нам бы хотелось понять до конца, какую позицию имеет Китай. Допустим, Индия мы не можем понять, потому что китайская внешняя политика, она имеет очень много разных сторон. На сегодняшний день мы видим действительно трансформацию, определенную не сколько внешней политикой, а внешних подходов Китая. Это связано с несколькими факторами. Первое то, что Си Цзиньпинь был переизбран на новый срок, третий срок, но планирует остаться надолго. Он формирует свою внешнюю политику. Но самое главное то, что за три года, во время которых Китай был закрыт, и Си Цзиньпинь не имел каких-то внешних связей, не выезжал со стороны, очень многое изменилось в мире, потому что имидж Китая в связи с коронавирусом, в связи с тем, что со стороны мирового сообщества были вопросы к реагированию на коронавирус, он испортился. Кроме того, Китай до коронавируса избрал политику агрессивную. В мире заговорили о новых подходах воина-волка, дипломата-волка. И мы помним, с какой яростью на внешней политической арене выступали китайские дипломаты. В определённой мере это было открытием для нас. И многие исследователи увидели копирование, повторение российской стратегии агрессивности. Но эта агрессивность Китаю очень сильно испортила имидж в странах, на которые он распространял свою мягкую силу. То есть в совокупности эти факторы, они показали властям Китая, что этот подход не играет. К тому же экономическая ситуация в Китае в связи с коронавирусом, в связи с напряжёнными отношениями с Европой, и в связи с путинской агрессией, которую Китай не поддержал открыто, но тем не менее поддержал своей пророссийской нейтральностью, она требует изменить подходы, если Китай хочет дальше развиваться. Потому что самое главное для Китая сейчас двигать свою экономику, которая остановилась из-за коронавируса и не даёт такие темпы развития, которые нужны стране. А экономика — это двигатель Китая и в глобальном мире, и двигатель её позиций. Кроме того, как мы увидели, в стране не всё спокойно, там есть внутренние проблемы, и были демонстрации, они связаны с мерами против коронавируса, и власть пошла на уступки. Но это ещё и открытие того, что в стране внутренний рынок, внутренняя ситуация, она не совсем стабильна. И Китай понимает, в частности Си Цзиньпинь, что нужно формировать новые подходы, нужно срочно налаживать отношения с Европой, которые испортились, и Китай не учёл, что они испортятся из-за поддержки Путина, действий России, даже если она прикрытая. Нужно изменять отношения с Америкой, потому что они дошли до точки кипения, и Китаю совершенно невыгодно потерять экономические отношения и потерять технологические отношения, потому что он всё ещё зависит от технологий, и не смог сформулировать свою автономию технологическую. Нужно налаживать отношения со странами, которые рядом, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, потому что агрессивная политика, она не пошла на пользу, и эти страны боятся поднятия и возрастания Китая. Ну и, естественно, африканские страны, страны глобального юга, представителям интересов которых пытается выступить Китай как глобальный лидер. И именно поэтому в дипломатическом корпусе Китая произошли изменения. Вместо министра иностранных дел Ван Йи, министром иностранных дел стал Тиньгань. Он до этого 500 дней проработал послом в Соединённых Штатах Америки. Ну и имеет хороший бэкграунд взаимодействия с европейскими странами. Ван Йи, нынешний министр иностранных дел, он перешёл в высший орган внешней политики, центрального управления. То есть вот эти изменения во внешней политике указывают на то, что Китай хочет смягчить свои отношения с Соединёнными Штатами с помощью людей, которые работали, которые имеют связи, которые нарабатывали определённые рамки китайско-американских отношений. Ну и спикер, очень известный для тех людей, который следил за внешней политикой Китая, спикер Министерства иностранных дел Чао Линьцзянь, он был представителем вот этих молодых волков, дипломатов. Он был переведён в другую должность, и теперь, видимо, будет кто-то спикером, кто будет смягчать акценты. Но это ещё не говорит о том, что Китай отказывается от своего взаимодействия с Россией, потому что параллельно с работой в направлении Запада, Китай устами своих лидеров говорит о том, что они дальше будут продолжать своё стратегическое взаимодействие с Россией. И Россия остаётся важным партнёром в глобальных амбициях Китая, потому что никуда не делась конкуренция между Соединёнными Штатами и Китаем. Она смягчается, потому что ни одна из сторон не хочет войны и понимает, что конфликт никому не нужен. Войны это не хотят и в мире. Да, но желание Китая занять свою нишу глобальной силы, сделать альтернативу, которая бы противодействовала Соединённым Штатам, конечно, они хотят. И в этом полагаются на помощь России. Наталья, хотелось бы ещё вернуться немного более плотно, обсудить взаимоотношения России и Китая в том контексте, что когда мы начинали материал, сослались на Financial Times, которые говорят, что охлаждение со стороны Пекина по отношению к Москве произошло в связи с тем, что Россия якобы не предупредила, Путин не предупредил Си Цзиньпина о планах вторжения в Украину. Ну, в любом случае, как-то это взаимосвязано с войной, потому что давайте хотя бы вспомним отношения того же Китая и вообще отношения всех участников Шанхайской организации сотрудничества к Путину в прошлом году, и очень многие говорили о как раз войне в Украине. Но уже прошло, извините, практически 11 месяцев, да, а Китай вдруг вот резко сейчас начал чувствовать какое-то охлаждение по отношению к Москве, да, хотя, ну, может ли это быть действительно официальной причиной, либо наоборот, что эта информация скорее просочилась в СМИ, что во время Олимпиады зимней Путин как раз и мог предупредить Си Цзиньпина. Хорошо, что рукописи не горят, потому что, конечно, по истечению одного года, и когда понятно, что у России не совсем хорошее положение на фронтах и в мире, и что изоляция России это намного серьезнее, чем думалось, то, конечно, возможно через информационные источники, потому что у нас только статья в газете, то есть у нас нет заявлений официальных лиц, поэтому мы говорим, что это предположительно, предположительно, что Китай пытается смягчить свою дружбу и смягчить свой имидж в связи с непрямой, а косвенной поддержкой России, которая происходила на протяжении этого года. Но когда я сказала о рукописях, то давайте вспомним о том, что в преддверии войны на протяжении нескольких месяцев американская и европейская разведка говорили о том, что Россия готовит нападение на Украину. И американская разведка сказала, что она предупредила заранее китайскую власть о планах Путина. То есть, когда мы говорим о государственных отношениях, о работе разведки и дипломатических ведомств, имея такую информацию, конечно, каждая страна, особенно в связи с визитом Путина и с подписанием совместной декларации, где было написано ряд пунктов о том, как страны будут выстраивать глобальные отношения, как будут строить новый международный порядок, там было описано. Значит, все-таки, имея такую информацию, китайская власть должна была осторожно относиться к тем громким заявлениям, которые были сказаны. И все-таки уточнить теоретически, что имеет в виду Путин, расположив свои войска вокруг границ Украины. И, наверное, сказать свои предосторожности, о которых говорит Китай, что он поддерживает суверенитет и территориальную целостность стран. И он поддерживает статут ООН. Об этом он говорит. Кроме того, надо вспомнить, что на протяжении полгода, как минимум, китайские СМИ подхватили все нарративы, в которых Россия оправдывала свое нападение на Украину. Именно китайские СМИ, и потом некоторые представители власти повторяли о том, что на территории Украины якобы есть биолаборатории, американские биолаборатории, с помощью которых Украина и американцы хотят отравить Россию, это повод. Именно они говорили о том, что в Буче была постановочная резня, а не настоящие факты. И было еще очень много того, о чем мы должны вспомнить Китаю. И в тот момент, когда они пытаются сказать, что ничего не знали, не слышали, и, возможно, они бы предотвратили эту ситуацию. То есть хорошо, что есть такая информация. И, конечно, на сегодняшний день уже понятно, что России придется отвечать за все те агрессивные акты, которые она совершила на территории Украины. И отвечать придется и лично Путину, тому хорошему другу, дорогому другу, которого называют Си Цзиньпинь. Да, и в этой ситуации Си Цзиньпинь не хотелось бы, наверное, быть связанным лично с этим близким и дорогим другом. И мы увидим, возможно, что по мере того, как Россия будет терять свои позиции, и как будет терпеть поражение на фронте, и мы увидим массу, например, других информационных статей о том, что Китай, оказывается, делал очень много кулуарных, например, акций, чтобы удержать Россию. Мы это увидим. Но, к сожалению, мы можем констатировать, что мы не получили от Китая той поддержки, которую бы хотела получить Украина для того, чтобы остановить агрессию России на территории Украины. Наталья, да, ключевая фраза, наверное, которую вы сказали, действительно, Путину придется отвечать и всем тем союзникам, которые поддерживают Российскую Федерацию, или замалчивают, это тоже ответственность, также на них лежит. Наталья, вам говорим сегодня огромное спасибо за общение, за беседу и за анализ. Наталья Аплаксиенко-Бутырская, эксперт по вопросам Восточной Азии, магистр внешней политики, была с нами на связи.